В эфире информационного канала Севастополя программа в контексте. О развивающих программах для детей с ограниченными возможностями здоровья мы поговорим с психологом Севастопольской региональной общественной организации «Родители детей и инвалидов. Особые дети» Ириной Александренко и с руководителем по канистерапии этой же организации Людмилой Халиковой. Здравствуйте, уважаемые гости. Добрый день. Для начала давайте проясним для телезрителей, кто же они, особые дети. Это обыкновенные дети, которые имеют какие-то ограничения по здоровью и дети, которым нужна особая помощь в том, чтобы эти ограничения не сказывались на том, чтобы они получали качественное медицинское обслуживание, качественные образовательные услуги, качественные социальные услуги. То есть это дети, которые требуют особую заботу от государства, от своих родителей, от учителей. То есть дети, которым просто нужно чуть больше, чем обычному ребёнку. А что такое полевое поведение? Полевое поведение — это термин, который применяют психологи, когда ребёнок не получал реабилитации никакой, и он вырабатывает какое-то своё собственное поведение. И он социально не адаптирован, он не знает социальных правил, не выполняет социальные условия какие-то. И он, этот ребёнок, ведёт себя так, как он может. То есть ребёнок, в принципе, которому не оказали вот эту вот качественную помощь. А стереотипное поведение? Стереотипное поведение. Это поведение часто встречается у детей с аутизмом. Это поведение, которое связано с тем, что дети с аутизмом привыкают к постоянству. Им нужно ходить, например, по одной и той же дороге к бабушке. И он не может ходить по другой дороге. Он будет из-за этого очень сильно скандалить. Или, например, стереотипное поведение. Он не хочет, чтобы его вещи лежали только на этом месте или на каком-то другом. Если вы, например, придёте в класс, он дома занимался, и всё было хорошо, то в классе он не будет заниматься, потому что там другая парта или другой стул. А как же вы устраиваете мостик доверия с теми детьми, которые, например, негативно относятся к занятиям? Ну, во-первых, с ними устраивается... Первое, с чего мы начинаем работать, это сотрудничество. То есть вначале, перед тем, как начать ребёнка посадить за стол, чтобы начать с ним заниматься, мы строим вот этот мостик сотрудничества. То есть мы играем с ребёнком, мы делаем то, что ему нравится. И постепенно, когда он уже включается хорошо в работу, мы начинаем тогда усаживать его за занятия. А вообще что за заболевания? С чём вам приходится работать? Ну, основные как бы в нашей организации у нас много категорий детей с инвалидностью. Это дети с ДЦП, дети с синдромом Дауна, дети с аутизмом и дети с эпилепсией. Вот мне приходится чаще всего сталкиваться с детьми с аутизмом. Это связано и по моей специализации, связано потому, что я ещё работаю в проекте «Ранняя пташка». Это как раз проект именно для родителей детей с аутизмом. Об этом мы посмотрим сюжет немножко попозже. Но, в принципе, вы сейчас можете рассказать об этой программе. Что она себя представляет? Программа «Ранняя пташка» мы о ней узнали от фонда «Обнажённые сердца». Этот фонд объявил конкурс в апреле месяце для всех некоммерческих организаций. Мы подали заявку, и наша организация выиграла эту заявку, выиграла обучение по этой программе. Что значит «выиграла»? То есть со всей России присылались заявки, и наша организация, одна из шести этих мест, выиграла это место. То есть это довольно большой успех для нашей организации. Мы были в мае на обучении на этом тренинге, и нас обучили тому, как работать с семьями, которым поставили диагноз аутизм. В чём заключается сама программа? В том, что к нам в проект приходят шесть семей. Эти шесть семей обычно им только недавно поставили диагноз аутизм. Они только столкнулись с этим диагнозом. Что делать, они не знают. И мы в течение трёх месяцев их обучаем, каким образом им взаимодействовать со своим ребёнком, каким образом с ним элементарно играть, потому что дети с аутизмом не играют. Скажите, а как это проходит? Интересно. Проходит это всё очень даже интересно, и, в общем-то, ничего сложного в это нет. Мы собираемся раз в три, раз каждую неделю на два с половиной часа. У нас тренинг разбит на восемь занятий. Перед тем, как начать тренинг, мы едем в семью, снимаем маленький видеосюжет об их ребёнке, о том, как мама играет с ребёнком. И потом на первом тренинге всем семьям представляем ребёнка, с которым мы будем работать в течение трёх месяцев. Таким образом, семьям что даёт это видео? Они смотрят на этого ребёнка и понимают, что у нас проблемы такие же. Мы не одни, мы не одиноки. И таким образом они не боятся говорить о своих проблемах на тренинге. Они более открываются, когда видят видео других родителей. После этого мы встречаемся каждую неделю по два с половиной часа. И в течение этих трёх месяцев мы ещё делаем три домашние консультации. На этих трёх домашних консультациях мы родителям помогаем, направляем, каким образом лучше им устроить взаимодействие с ребёнком, каким лучше им способом играть. И отвечаем на их вопросы, которые у них возникли во время тренинга. И к концу выпуска нашей, на восьмой встрече, родители обычно делятся своими впечатлениями. Они уходят очень довольные, счастливые, менее тревожные. Хорошо, спасибо. Давайте посмотрим сюжет как раз о двух программах ваших. Спасибо. В нашем городе активно ведёт свою работу Севастопольская региональная общественная организация «Родители детей-инвалидов. Особые дети». Её деятельность направлена в первую очередь на то, чтобы научить родителей общаться со своими особыми детьми и понимать их. В 2016 году сотрудниками организации было проведено немало мероприятий. Провели конференцию в апреле месяце о развитии инклюзивного образования в городе Севастополе. В сентябре месяце мы повторно собирались на круглый стол по внедрению и исполнению федерального закона о состоянии образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Мы провели несколько тренингов. У нас работает группа психологической поддержки для родителей. От Департамента социальной защиты населения Севастополя организация получила субсидию в сумме 240 тысяч рублей. Эти средства были направлены на программу «Ранняя пташка». «Нас научили, как правильно корректировать и предупреждать нежелательные поведения. Или определить причину каких-то нежелательных возбуждений. И это помогает привлекать его внимание на более долгий период времени, чем 5-10 минут». Еще одна методика, по которой занимаются специалисты организации с детьми – канистерапия, лечение и реабилитация с использованием специально отобранных и обученных собак. Для начала собака должна пройти специальные экзамены. Существуют ГОСТы, разработанные в Питере. Собаки сдают этот экзамен. Их два, может быть. Первый – на собаку-адвентера, второй – на собаку-терапевта. Собака-адвентер – это собака, которая может приходить в гости на разовые мероприятия к детям. А собака-терапевт, которая реально помогает в реабилитации детей. Это как тренажер, как сильный мотиватор для таких детей. Антонина, мама ребенка, с которым занимаются канистерапией, очень довольна программой. Она отмечает, что благодаря этой методике ее ребенок стал более общительным. Ребенок на занятиях просто счастлив рядом с Невадой, радуется, ждет встречи с собакой. Ребенка на фоне положительных эмоций можно многому научить. Вообще ребенка можно чему-то научить только на фоне положительных эмоций. И девочки с этим справляются профессионально. Сейчас в организацию входит 165 семей. Здесь проходит адаптация особых детей с различными ограниченными возможностями здоровья. Это и аутизм, эпилепсия, детский церебральный паралич. Задержка психического развития. Специалисты к каждому ребенку находят свой индивидуальный подход. Екатерина Вяткина, Андрей Тымчук, информационный канал Севастополя. Ирина, я вот увидела там папу. Скажите, а много ли пап этим занимается? Потому что считается, что, наверное, больше мамы все-таки работают со своими детками или нет? Смотрите, мы в программе, у нас для каждой семьи есть два места. Семья может использовать эти два места как угодно. То есть может прийти папа, бабушка, няня. Тьютеры часто просятся к нам в программу. Кстати, очень интересно, что это за понятие? Хотелось бы знать. Тьютеры — это педагог, который помогает ребенку в образовательном пространстве. Это может быть дошкольное детское учреждение, это может быть школьное детское учреждение. Тот, который помогает социализироваться ребенку, усваивать его программу и адаптироваться в этом пространстве. И вот в программе нашей, которая прошла с октября по декабрь прошлого года, участвовало два папы. И вот один из пап приходил к нам на первую информационную встречу для новой группы, которую мы сейчас в январе уже набираем. И у нас с февраля стартует опять эта программа. И он дал свой отклик по поводу того, как важно, чтобы папа участвовал в этой программе, что если бы ходила просто одна мама, то он бы, наверное, не научился тому, чему он научился, благодаря тому, что он ходил на программу вместе с ней. И многие родители, послушав это, решили, что да, нужно привезти своего папу. И согласно этого скорректировали свое время для того, чтобы привезти своих мужей и помочь. Не только, чтобы мама помогала, но и папа помогал своему ребенку. Людмила, вопрос к вам. Канис-терапия. Что это такое и какие дает результаты? Канис-терапия – это уникальный метод психологической, социальной и физической реабилитации детей. Он осуществляется при помощи обученной, специально подготовленной собаки. А также вместе с этой собакой работают подготовленные и обученные специалисты. В данном случае этими специалистами являются Александра Воронкова. Она вожатая собаке-терапевта Невады. И я являюсь таким специалистом и человек с высшим медицинским образованием. Хочу сказать, что Невада – наша собака-терапевт, и она же еще сдала экзамены на адвентарство. А вот, извините, перебью. Интересно знать, какие экзамены может сдать собака. Очень серьезный экзамен. Получается, для того, чтобы получилась собака-терапевт, необходимо, чтобы сошлись три важных фактора. Первый важный фактор – это ее врожденный темперамент, спокойный, выдержанный. Второй фактор – это правильное воспитание, чтобы собака была со здоровой и хорошей психикой. И третий – это, конечно, обучение, именно как собаке-терапевта. И экзамен – это ГОСТ, специально разработанный. Проверяется собака на выдержку, на терпение, на умение правильно подходить к инвалидной коляске, не пугаться трости, не пугаться и спокойно реагировать на любые проявления поведения ребенка. И в результате собаке присваивается международный сертификат, как собака-средство реабилитации. Так официально называется этот документ, который ей позволяет работать с детьми с ограниченными возможностями здоровья. К сожалению, когда мы были у вас в гостях, собаки не было. А почему? – Собака-терапевт у нас вообще в Крыму одна-единственная. И проблема заключается в том, что Александра с Невадой живут на северной стороне. Мы работаем каждое воскресенье с 9 утра до 5 вечера. И большая сложность для того, чтобы доставить такую собаку в город. – Где же вы занимаетесь? – Мы на данном этапе вынуждены арендовать помещение. Наша работа абсолютно бесплатная, а родители помогают оплачивать только аренду помещения. Наша работа волонтерская. И проблема заключается в том, что собака проходит специальную обработку перед работой, так как есть детки, которые ее обнимают и целуют, которые могут прикасаться к любым местам собаки. Поэтому собака доставляться должна идеально чистой, обработанной. Проблема в том, что северный, катер. К сожалению, два раза ее уже атаковали бездомные собаки. Она один раз была укушена. Это, конечно, очень нас печалит и расстраивает. – Понимаю. – Надеемся, как-то решится проблема с доставкой хотя бы один раз в неделю, чтобы привезти с северной стороны собаку, чтобы она могла поработать с детьми. – Хорошо. Но в чем заключается все-таки ее работа? Я понимаю, что дети ее обнимают, целуют, всяческое общение. Но как еще? – Самый главный принцип работы заключается в том, что, во-первых, ребенок должен адаптироваться и спокойно себя расслабленно чувствовать. И мы устраиваем определенного рода игру. Для ребенка это игра. Мы никогда не называем это для ребенка занятие. Для ребенка это игра. Но в этой игре преследуются очень конкретные цели и ставятся конкретные задачи. Как на физическую реабилитацию, например, накормить собаку с ложки. Необходимо взять корминку, положить в ложку и протянуть руку для того, чтобы покормить. Кажется, для здорового ребенка это элементарно. А есть дети, для которых это сложно сделать физически. Есть дети, для которых это сложно сделать в силу их особенностей развития. А есть дети, которым в целом сложно иметь дело в принципе с продуктами какими-либо и ложкой. – А как же вы им помогаете в этом? – Собственно говоря, действуем без принуждения. Все это преподносится как игра. И мама также участвует в самом занятии, подает пример. И собака является прекрасным мотиватором, спокойная, уравновешенная, которая с радостью реагирует на ребенка. И это тоже прекрасный мотиватор. И все складывается. – А сколько деток уже прошли занятия с вашей собакой? – У нас занятия, ну еще хотела бы сказать, что есть такие направления в работе, как индивидуальные занятия по реабилитационной программе, когда мы работаем конкретно с ребенком по конкретной программе и решаем его проблемы, вопросы, которые необходимо решить. – Конкретные, да. – Есть направление проведения праздничных мероприятий для группы детей. И есть направление групповых занятий. – Вот с октября у нас работаем мы в плане реабилитационных индивидуальных занятий. Посещают эти занятия 9 детей. Еще двое деток возвращаются после реабилитации. Они были в отъезде. В это воскресенье вернутся. К сожалению, занятие длится, ну это к радости, что оно длится. Я хочу сказать, что длительность занятия 35-40 минут. И, собственно говоря, в воскресенье одно. Мы не можем взять больше 9 детей, потому что у собаки есть определенная норма, сколько она может проработать. Конечно, это живое существо. И, собственно говоря, у нас с Александрой тоже есть определенные возможности. – Кстати, в сюжете я обратила внимание, что у вас еще, наверное, не все помещения оборудованы. То есть вот что мешает? – Ну помещение – это наша боль. – Во-первых, мы два года его ждали. То есть два года переписки, просьбы, чтобы нам выделили помещение. Когда нам его выделили, мы, конечно, очень обрадовались. Потому что, например, диагностику даже еще в апреле прошлого года я проводила в помещении, с которым мы договорились с другой организацией. Мне приходилось коробку диагностическую таскать, все время приносить туда, потом ее забирать. Она довольно тяжелая. То есть было очень много сложностей. Сейчас мы, конечно, рады, что есть хотя бы это помещение. Мы сейчас отремонтировали комнату как раз под раннюю пташку. Но помещение… У нас есть еще много проектов, которые бы мы хотели осуществлять. Например, у нас есть такой проект, который называется «Передержка». Очень многие мамы детей с инвалидностью сталкиваются с тем, что им не с кем оставить ребенка, например, на пару часов, для того, чтобы маме пойти куда-то, сделать свои дела. Ну, в поликлинику сходить, например, да. Или, например, куда-то в исполком ей нужно что-то там, какие-то бумаги оформить. И у нас есть этот проект, он написан. Проект «Передержка», когда мама сможет приводить своего ребенка, оставлять на два часа и уходить. Но невозможно осуществлять его в том помещении, которое у нас сейчас есть. То есть его необходимо отремонтировать и привести к нормам и стандартам. Второе — в помещении у нас нет мебели. Мы получили две субсидии от правительства, но эти все субсидии были направлены на конкретные мероприятия, то есть на конкретные проекты. Вот под раннюю пташку мы получили субсидию от соцзащиты. И мы очень рады, потому что у нас теперь есть хорошее, качественное оборудование. Мы можем показывать видеосюжеты на этом оборудовании для родителей. У нас есть тренинговые доски специальные. Но сидеть родителям на этом проекте не на чем. Это маленькое помещение. Да, у нас всего четыре стула. Нам надо теперь еще придумать, как докупить 14 стульев. Потому что для проекта нужно 14 стульев. А какой вы организацию видите полной? Какими комнатами, кабинетами? Что там должно быть, чтобы детям помогать полностью? Мы хотим, чтобы у нас был зал для мероприятий, большой зал. Мы хотим, чтобы у нас был административный кабинет. У нас должен быть кабинет для массажа отдельный. И сенсорная комната, где дети могут разгружаться. У нас должен быть хорошо отремонтированный туалет. Для того, чтобы ребенку можно было легко справить свою нужду, и не было никаких проблем. У нас должна быть комната для чаепития. Для того, чтобы можно было семьям прийти. Вот мы, например, группу психологической поддержки проводим. Для группы место есть. А вот чай попить бы хорошо, это уже какое-то отдельное помещение. Для того, чтобы проект лекотека полностью осуществлялся. То есть, в общем-то, в принципе, хорошо бы его отремонтировать, это помещение. Но опять же, мы говорили только о двух программах. А по какой программе вы еще работаете? Ну вот, кроме ранней этажки, у нас еще есть программа лекотека. Она заключается в чем? Мы по этой программе проводим раннюю диагностику аутизма. У нас есть диагностический инструмент АДОС. Мы единственные в Крыму, кто проводим эту программу с этим инструментом. У меня бывают случаи, когда мне звонят родители из-под Керчи. И они готовы ехать проводить эту диагностику, потому что больше никто ее пока нигде не видит. А что это такое АДОС? АДОС — это специальный диагностический инструмент. Он стандартизированный, он изучен, стандартизирован, и он считается самым точным инструментом в определении именно аутизма. И можно определять аутизм в очень ранней стадии, в два года, в полтора года с помощью этого инструмента. У нас основная проблема, с которой родители сталкиваются, которым ставят диагноз аутизм, что его не ставят рано, не ставят именно в раннем возрасте. А бывают ошибочные диагнозы? Ну, с аутизмом по АДОСу нет, не будет. То есть если все правильно делать, так как меня научили в Москве, то там ошибиться очень сложно. Бывает, что диагностики мешают, например, ребенок плачет, или ребенок сильно тревожный. И тогда я диагностику останавливаю, понимаю, что провести диагностику сейчас невозможно, ребенок не выспавшийся, и прошу родителей перейти в какой-то другой день. А так, именно по АДОСу, если продиагностировано, то, в принципе, диагноз будет точным. И родители чаще всего сталкиваются с тем, что диагноз им точно не ставят в психиатрической поликлинике. Затягивается это до 4-5 лет, а помощь нужна этому ребенку, которому диагностируется аутизм, лучше с двух, а лучше еще с полтора года. Потому что именно в полтора года останавливается развитие. И везде в мире аутизм диагностируется рано, потому что понимают, что ранняя помощь, она самая эффективная этому ребенку. Скажите, а по каким программам вы работаете с другими детьми? Помимо аутистов есть еще и детские церебральные параличи, и все, вот как? Ну, к сожалению, конкретных программ для этих детей пока у нас нет. Вот проект «Передержка» — это как раз был для родителей, у которых есть дети с церебральным параличом, с синдромом Дауна. Потому что очень часто именно этим мамам сложнее всего найти, с кем оставить этих детей. Кроме этого, у нас еще есть группа психологической поддержки для родителей. Мы проводим арктерапевтические занятия, где мамы могут прийти просто отдохнуть, поделиться своими чувствами, своими переживаниями, сбросить свою эмоциональную напряженность на этой группе. И таким образом, когда мама счастливая, довольная, она намного больше поможет своему ребенку, чем когда она уставшая, тревожная и в стрессе. А мамы именно детей с инвалидностью, они находятся в очень большом стрессе. Я видела у вас комнату, куда приводят детей, там стоит ящичек с игрушками. Вот что это за метод? Вот это и есть АДОС. То есть вы, в общем-то, увидели. Вот эта коробка, которая стояла, это и есть АДОС, именно этот диагностический инструмент. Там, в принципе, в этой коробке нет ничего особенного. Там обычные игрушки. Но просто есть набор специальных упражнений. Расскажите о них. Очень интересно, кстати. Это, ну, если так просто сказать, в общем-то, если я диагностирую ребенка до трех лет, то вначале я ему даю возможность, я раскладываю игрушки специальным образом на ковре, так как это описано в диагностическом инструментарии, и наблюдаю за тем, как он играет с этими игрушками. Затем, после того, как он немножко поиграл, освоился немножко в комнате, я ему даю возможность поиграть, например, показывая ему, надувая шарики, выпуская их, говорю там «раз, два, три». И, в общем-то, обычный ребенок всегда поддержит вас. Аутичный ребенок даже может не посмотреть в сторону, когда я это делаю. Я дую мыльные пузыри. Там у меня специальный пистолет для мыльных пузырей. Я дую и смотрю, как ребенок реагирует. В общем-то, в принципе, вся диагностика заключена в моем наблюдении за реакциями ребенка, за тем, как он реагирует на те или иные упражнения. И мы кормим куклу, мы укладываем ее спать, мы празднуем ей день рождения во время диагностики. То есть, в общем-то, в принципе, вся диагностика — это игра. В общем, основной вид деятельности у ребенка — это игра в таком возрасте. Вот мы этим и занимаемся. Ну а в конечном итоге я наблюдаю за реакциями, смотрю, как он говорит, смотрит ли он мне в глаза, эмоционально ли откликается он на меня, веселый ли он, когда я с ним играю, или просто пытается избежать этих занятий. И после этого я по баллам считаю и ставлю уже, говорю о том, есть ли у ребенка аутизм или нет родителям. А вообще, как работать с такими детьми? Все-таки это, наверное, нужно какое-то терпение, например. Как вы работаете с ними? Вы знаете, вообще-то этому обучают. Но обучают только очень... Это понятно, что обучение, да? Но вот чисто человеческий фактор, да, вот все-таки мы все живые люди, и я сама когда-то общалась с такими детками, да, вот по роду своей деятельности, и я просто знала, что с ними надо очень мягко, по-доброму, тепло. Вот каким должен быть человек тот, который с ними постоянно проводит занятия? Ну, во-первых, у него должна быть хорошо развита фантазия. Он должен понимать, что в какой-то момент может что-то пойти не так, и он должен уметь среагировать. Во-вторых, человек должен быть структурированный, то есть у него должен быть в голове строго план своего занятия, он должен понимать, что зачем двигаться и для чего он это делает, да? В-третьих, он должен быть доброжелательный к самому ребенку, он должен не бояться этого ребенка, да? То есть если специалист боится этого ребенка, если он не знает, что с ним делать, он не понимает, что происходит на занятии, то, конечно, ему будет тяжело. На самом деле эти дети, они такие же дети, они просто не умеют играть, их нужно этому обучить. И, в общем-то, вся основная реабилитация и терапия детей с аутизмом заключается в том, что мы их обучаем играть, мы их обучаем одеваться, мы обучаем их навыкам самообслуживания, мы обучаем их взаимодействовать с другими детьми, с другими людьми, мы обучаем их терпению в обучении, сидеть за столом ровно, не крутиться. То есть их нужно всему обучать, потому что если обычный ребенок этому научится, глядя на других сверстников, то аутичные дети не умеют имитировать, они не умеют учиться у других. Их нужно обучать каждому навыку. И, в общем-то, конечно, нужно терпение, нужны профессиональные качества для того, чтобы работать с такими детьми. Скажите, а возможны случаи, например, полного излечения? Или только адаптируем к обществу и всё? С аутизмом излечения не бывает. То есть если ребенок с аутизмом поставили диагноз, то это на всю жизнь. То есть этот диагноз снимается, но по желанию родителей, но всё равно трудности, которые испытывают аутичные люди, они будут испытывать и во взрослой жизни. Он будет хорошо адаптирован, он будет хорошо социализирован. Но внутри то, что он внутри будет переживать, его переживания будут очень похожи на переживания других аутичных людей. Ему будет сложно обращаться к другим людям, он будет в чём-то очень стереотипичен, то есть ему будет, например, сложно что-то сделать, конкретно какие-то вещи. То он всё равно будет сталкиваться с этими трудностями. Но ему гораздо будет легче жить, если он будет социально адаптированный, чем если этот ребёнок, у него будет полевое поведение, он будет неадаптированный, он будет опасен как для самого себя, потому что часто у детей с аутизмом бывает самоповреждающее поведение. Это поведение, с которым в первую очередь работают специалисты. То есть эти дети могут себе наносить очень сильный вред. А кроме этого у них может быть поведение, которое вредит другим людям, вредит мебели, например, они могут ломать там что-то. Поэтому, конечно, когда ребёнок социально адаптирован, когда он включён в общество, а без включения в общество социально адаптировать его невозможно. Поэтому одним из основных приоритетных деятельностей нашей организации — это реализация прав в инклюзивном образовании детей в городе Севастополе. Для того, чтобы дети могли учиться в образовательных школах, для того, чтобы они могли ходить в детские сады, и чтобы им ограничений в их праве в городе Севастополе не было. Спасибо большое, уважаемые гости. Приходите к нам в гости ещё. Спасибо. Это была программа «В контексте». Напоминаем, мы говорили о развивающих программах для детей с ограниченными возможностями здоровья. Гости в нашей студии — это психолог Севастопольской региональной общественной организации «Родители детей и инвалидов, особые дети» Ирина Александренко и руководитель по канистерапии этой же организации Людмила Халикова. Оставайтесь с нами. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин